Всем большой привет! На связи Евген Коин. В этом ролике поговорим про криптовалюту мем, монетка Paype. Интересная монетка, сейчас ее очень многие обсуждают, многим она позволила заработать большие деньги. И в этом ролике я хочу, наверное, даже больше для себя посмотреть на разнообразные дашборды и рассказать вам, как вот если вы захотите когда-то найти еще такую монетку, и ответить себе на вопрос, стоит ли ее покупать, как понять, что ее стоило покупать, и что она будет качаться, что будет какой-то памп, будет вот эти 8 иксов и прочие элементы. То есть мы будем бегать по большому количеству разных дашбордов, смотреть на кошельки китов, уже долларовых миллионеров, какие у них еще находятся монетки в кошельке, какие вообще метрики можно смотреть, чтобы понять, что монетку сливают, монетку покупают, то есть она находится в какой-то аккумуляции. Посмотрим, какие еще были инструменты, которые предсказывают о том, что кто-то пытается сливать монетку, но ей не дают упасть, ну и прочее. То есть здесь много чего будет интересного. Сразу, пока далеко не убежал, могу сейчас мыслями растекаться по тексту. Если вы хотите знать, вот где вообще находить такие монетки, открывайте биржу Мекс, у меня есть ссылка на нее в описании, и смотрите, у них на платформу, которая Kickstarter и новые листинки, чаще всего монетки, которые туда попадают, они уже прошли первичный аудит безопасности, проверку токеномик и прочего. И если эта монетка уже находится на Мекс, либо она уже торгуется на Мексе, тогда в принципе имеет смысл ее дальше разбирать, потому что искать просто какие-то шитки по каким-то кошелькам, есть большая вероятность, что вы будете их покупать-покупать и просто потеряете деньги. Итак, давайте пробежимся теперь по метрикам. Что здесь интересного? Ну, во-первых, если пользоваться, допустим, аналитикой с помощью DUN, а именно смотреть блокчейн, то видно, что конкретно вот этот график показывает количество покупателей и продавцов в час. И видно, что когда у нас, в принципе, падала вся крипта, то есть у нас была такая крипто-зима какое-то время, продолжались покупки и продажи данной монетки. И где-то есть огромное количество транзакций, то есть вот серия здесь называется TX Count, то есть количество транзакций. И здесь есть всплески. Чаще всего вот эти всплески говорят о том, что там происходит какая-то неадекватная активность, которой раньше не было. Если просто посмотреть, что вот здесь были вот эти всплески, то можно предположить, что во время вот этих вот огромных всплесков происходила закупка этих монеток. И для того, чтобы, если мы берем за идею, что есть какой-то маркет-мейкер, то есть есть какой-то человек, либо какая-то сила, которая специально дампит монетку, то есть снижает ее стоимость, чтобы потом ее запампить, то здесь примерно такая история и была. То есть здесь окупаются криптовалюты на большие объемы, после чего дают ей спокойно упасть. И когда у китов достаточно монеток, они ее пампят. И сейчас они будут разгружаться. Но так как сейчас общий тренд у нас бычий, на рынок идет большое количество ликвидности, это вовсе не говорит о том, что мы находимся в потолке, и она не может дальше еще стрельнуть. Потому что точно сейчас люди на это смотрят и думают, все, но она же не может дальше расти. Ну не может же, не может. И они будут пытаться ее шортить. И вот на этих шортах она может еще сильнее дальше полететь. Так, сейчас я быстро посмотрю, что я здесь хотел вам еще показать. Так, ну это, получается, профиты кошельков за все время. То есть на каких кошельках чего находится. А, и еще важный момент, когда я год назад эту монетку вам показывал, здесь было другое расположение монеток. То есть вот этот сервис, Babel Maps, он показывает распоряжение, распоряжение, а точнее говоря, сколько на каком из кошельков находится данного токена. И сейчас на бирже Binance находится большая часть всех монеток. И вообще, если посмотреть на топы, здесь преимущественно идут биржи. Вот, потому что уже в работу включились маркетмейкеры, они удерживают цену, они дают ей падать. И вот вся вот эта история связана именно с торговлей криптовалютой. Но когда мы изначально рассматривали эту монетку, у нее не было токенов на Binance. То есть она еще не рассматривалась и не было добавлено, не было никаких листингов на Binance. Поэтому с течением времени иногда интересно следить за такими монетками. Это тоже важный момент. То есть уже нельзя ее назвать откровенным скамом, потому что большая часть монет лежит не в каком-то конкретном кошельке, а на бирже Binance, где работает маркетмейкер, и он не даст этой монетке сделать минус 99 на пустом месте. Это у нас получается количество кошельков, которые продавали эту монетку, и суммы, на которые они продали эту монетку. То есть суммы тут какие-то колоссальные, миллионные как бы суммы. Дальше. Что тут еще есть интересного? Так, это у нас рост цены. Это количество у нас получается холдеров в зависимости от объема вложенных денег. То есть на какие суммы они держат этих монеток. И мы видим, что практически больше чем 100 тысяч человек крипто-кошельков, наверное, так будет правильно сказать, владеют на сумму меньше, чем 1000 долларов. Следующая градация, получается, у нас здесь крабы. То есть крабы. Эта вот сумма получается больше, чем 1000 долларов. Их примерно, ну, наверное, около 30% от оставшихся. То есть возьмем, что вот это 60, это 30. Здесь получается 15-20. Мы видим, что прям огромных китов, то есть у кого сумма на более чем 10 миллионов долларов, на данном этапе нет. Но количество кошельков, которые закупаются монеткой, продолжает расти. Так, дальше. Что тут еще интересного? Так, это у нас получается продажи в зависимости от того, кем является кошелек. И видим, что сейчас основной объем торговли происходит из самых крупных кошельков. То есть вайл, да? То есть, по сути, это вот кошельки, у которых счет на больше, чем 10 миллионов долларов. Возможно, кстати, это даже разработчики сливают. Ну, то есть основной объем продажи, который сейчас происходит, идет от разработчиков. Что нам намекает? На то, что сейчас они фиксируют свою прибыль. Но в целом, если посмотреть на вот эти вот всплески и сопоставить их с всплесками, которые у нас были вот тут раньше, то есть вот эти вот всплески, большое количество транзакций, нам уже намекали на том, что здесь происходит какая-то проторговка. Потому что никому неизвестная какая-то монетка, мем, вдруг начинает торговаться и достаточно на большие объемы. То есть, получается, киты продавали, то есть, получается, акулы, или кто это? Киты продавали акулам, акулы продавали дельфинам. И вот основные, кто тут набирали свои позиции, это были именно крупные игроки. А и еще тоже интересный момент. Сейчас мы пробежимся, где это у нас находится. В дашбордах легко потеряться. Вот, кстати, интересный тоже момент. Обратите внимание, кто сейчас продает монетки. Серый цвет, ну такой вот темно-зеленый, я не знаю просто какой это цвет, это старые продавцы. А желтый, оранжевый, это новые покупатели. То есть, старые трейдеры и новые трейдеры. И опять же, это нам демонстрирует то, что сейчас старые продавцы, то есть, держатели монеток, разгружаются в новую аудиторию. Это тоже такой интересный момент. Но и при этом мы видим, что вот здесь, когда были всплеск, то новые трейдеры здесь тоже появлялись. Поэтому говорить о том, что была ли возможность, допустим, купить эту монетку заранее и это увидеть, в принципе, была. Но надо вот сидеть в такой аналитике, постоянно в ней ковыряться. Дальше хочу еще показать еще один тоже интересный момент. Это количество транзакций в зависимости от сайза транзакций. То есть, мы смотрим на то, есть ли у нас какие-то киты с суммой больше, чем 10 миллионов долларов, то есть на сумму, и они себя каким-то образом проявляют в транзакциях. То есть, грубо говоря, есть ли какие-то криптокиты, которые покупают монетку. Вот здесь есть эти всплески, которые показывают, что у нас вот здесь были закупки на сумму, там, по-моему, 6,8 миллионов долларов. Это получается, вот эти вот киты здесь закупались. И, по сути, мы видим, что вот они здесь проходила аккумуляция, то есть произошел набор этой монетки, после чего она выстрелила. Так, наверное, это будет скучно, поэтому я буду меньше об этом рассказывать. И еще видно, что как только монетка начинает пампиться, это количество холдеров, то есть сколько людей покупает эту монетку. После каждого пампа идет рост количества холдеров. То есть вот на данном этапе у нас было холдеров, получается, 174 тысячи, что очень много, а на сегодня у нас уже 202 тысячи человек. То есть вот этот всплеск активности и обсуждение монетки привлек еще около 40 тысяч человек, которые купили эту монетку. Ну и, в принципе, если посмотреть на вот эти дашборды, мы видим, что старые продавцы, то есть старые покупатели, которые накупили эту монетку, они сейчас разгружаются вновь в приведенную аудиторию, которая думает, что мы полетим дальше. Вот. Дальше метрики не буду рассматривать. У нас есть... Что из интересного, вот почему нужна вот такая аналитика. Вы можете находить топовых держателей монеток, кто является либо как-то близко связанной с самой монеткой, либо один из первых купил эту монетку, либо заработал на этой монетке очень много. И один из таких кошельков получается, это вот Димитрил, что-то там такое. Я скажу просто Дима, давайте так. Дима. Вот у него получается состояние 18 миллионов долларов на вот этой монетке Paype. Мы можем посмотреть, какие у него еще монетки есть в кошельке и попробовать расценить, а он их сам покупал, к примеру, или эти монетки просто откуда-то появились у него в кошельке, то есть ему кто-то закинул. И таким образом, следя за определенными кошельками, мы можем видеть монетки. И таким же образом, мы теперь можем взять эти монетки и посмотреть, они находятся ли они на стадии аккумуляции. И таким образом понять, стоит ли нам заходить в монетки или нет. Также вот опять же этот кошелек и вот состояние его портфеля. У него монетки Paype на 18 миллионов долларов. У него еще какая-то монетка Moog на 900 тысяч долларов, монетка Vajac на 238 тысяч долларов, а Shibu, да, или Snibe на 149 тысяч долларов. Мы можем теперь открывать эти монетки и посмотреть, что из них происходит и с кем вообще он взаимодействует. Это что касается, допустим, дашбордов по данной монетке. И вот возникает вопрос, к примеру, касательно того, что вот прогноз по Paype, что может пойти дальше? Может ли она начать дальше расти или все, уже стоит ее там шортить и прочее? Здесь все всегда просто. Если рынок находится в бычьей фазе, это говорит о том, что происходит приток капитала. Вот монетка Paype выросла на огромное количество процентов. Давайте посмотрим, с момента, когда ее стали закупать, она выросла на 1400 процентов. При этом эта монетка уже торговалась на биржах. Я не помню, сказал в начале ролика или нет, она уже была на мексе, она уже была добавлена в фьючерсную торговлю. То есть вы просто представьте, киты закупили вот эту монетку вот здесь, вставили в нее, допустим, в лонг, по самой небалусе, допустим, до вот этих моментов. Вот эти 1400 процентов, они сидят в позиции, которые приносят им деньги. Но они зашли, естественно, на большую сумму. И на данном этапе сейчас они, получается, заработали на росте этой монетки. И сейчас они могут ее начинать шортить либо просто разгружаться. Сейчас они, когда зафиксируются здесь, к примеру, и наиграются с этой монеткой, она может начать плавное снижение вниз. К примеру. Либо, наоборот, сейчас будут пытаться массово шортить эту монетку, а монетку будут пампить специально наши криптокиты. Для чего? Чтобы выбить, получается, всех, кто пытается эту монетку шортить. И на их горящих стопах, то есть, когда у человека не выдерживается позицию, когда он пытается шортить, а монетка растет, он вынужден покупать монетку себе в минус по той цене, по которой она продается. И мы можем видеть такую свечу еще вверх куда-нибудь, и она может улететь дальше. То есть, мы видим, что сначала монетка очень жестко сливалась, потом ее помпанули, еще раз ее сливают, сливают, ее закупают. Здесь вот видно по аналитике, да, что проходили большие объемы продаж, вот здесь были большие продажи, сейчас монеточку закупают, закупают, закупают. Но закупает ее преимущественно новая аудитория. Говорить о том, что все закончено, и монетка дальше никуда не полетит, нельзя. Пока рынок быча, она может еще дальше лететь. А что интересно, вот также я, когда смотрел эту монетку, я нашел очень интересный элемент, на который мы, на который можно обратить внимание, да, я сейчас вам его покажу. Мы открываем рыночную капитализацию, видим, что когда было самое дно этой монетки, точнее, не этой монетки, а самое дно было крипторынка, мы видим, что монетку торговали в сутки на 31 миллион долларов. Представьте. То есть, что в этой монетке такого, интересного, что никому неизвестная монетка, когда все боялись, что биток будет падать дальше, торговалась каждый день на 30-40 миллионов долларов. Почему я обращаю на это внимание? Потому что, если мы посмотрим на все исторические монетки, которые себя ведут плюс-минус так же, допустим, вот следующая монетка, которая сейчас помпанула, это монетка Флоки, да, если будет интересно, пишите комментарии, я о ней расскажу в следующем ролике. Она тоже вдруг, хрен пойми, что за Флоки, что это за такая монетка? Рынок улетает в самый, ну, то есть, рынку плохо, мы находимся в большой стадии снижения крипторынка, а монетка каждый день торгуется на 5 миллионов долларов. Если мы, соответственно, посмотрим на ее состояние, а именно через дашборды, мы увидим, что она находилась в стадии аккумуляции. И таким образом, мы можем увидеть, что кто-то закупает с большим количеством. Монеток для чего, чтобы получить вот такой памп? Хорошо, это, допустим, Флоки. Есть у нас еще Шиба-Ину, да, монетка ММ, которая тоже сделала большое количество людей долларовыми миллионерами. Как она вела себя? Давайте посмотрим сейчас. График тупит, но я уверяю, что здесь будет то же самое. То есть, крипторынок находится на максимальном дне, а монетка торгуется на 100 миллионов долларов в сутки. После чего она торгуется, 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 и резко у нее капитализация, объем торгов вырастает до 2,5 миллиарда долларов в сутки. И мы видим, опять же, очередной памп. Вот этим всем занимаются крипто-киты, которые вот такие монетки пампят. То есть, это не какая-то магия касательно того, что как находить такие монетки. Ну, к сожалению, нужно включать голову и смотреть большое количество дашбордов. Дальше еще также один из инструментов, который мог показать то, что монетку пытаются накапливать. А это, допустим, кластеры на торговле. Если мы отмотаем срок по монетке, открываем, допустим, вот эти моменты, это у нас, по-моему, февраль. Перед самым пампом у нас пытались продавать эту монетку. Вот мы видим такие большие красные и зеленые кластера. Красные говорят о том, что кто-то продавал большой объем, но при этом кто-то покупал большой объем. То есть, кто-то пытался выгрузиться этой монеткой, неизвестно для чего, может быть, для того, чтобы она начала падать и создалась иллюзия, что будет происходить снижение монетки. После чего ее стали закупать. То есть, вот эти большие свечи говорят нам о том, вот эти вот зелененькие, что большие киты на большие объемы денег закупили эту монетку. После чего мы видим стремительный рост монетки как раз ровно после того, как ее купили. она вырастает на 200%. То есть в данном случае это не такие большие цифры, но если отматывать график дальше, мы эти кластеры будем видеть, что их там закупали. Вот, поэтому можно много чего еще дальше разбирать. Можно посмотреть количество трафика на сайт, что он стремительно начинает расти по мере обсуждения монетки. Можно смотреть на Twitter и видеть, что начинают цитировать монетку Paype, и говорить, что Paype давайте добавляйте на Binance, либо начинает создавать какой-то хайп. Пытаются Илона Маска присобачить, говорят, что Илон Маск — это тот, кто создал эту монетку Paype и прочее. И на всем этом мы видим, что начинает расти хайп, то есть начинает через маркетинг разгонять информацию про ту или иную монетку. И происходит резкий рост трафика на сайт. То есть в январе было 76 тысяч посетителей, а уже в феврале 124 тысячи. Так как сейчас у нас получается март, и мы не видим статистику за этот месяц, то мы увидим еще один значительный рост количества трафика на сайт. То есть людям становится это интересно, они начинают это изучать. Ну и если смотреть также по разным социальным метрикам, количество фолловеров, начиная вот с 6 числа, то есть с 6.03, с 6 марта, по сегодня увеличилось еще, насколько тут получается было у нас 56 тысяч, сегодня у нас уже 58 тысяч. То есть каждый день из-за того, что монетку обсуждают, про нее говорят, она привлекает к себе все больше и больше людей, кому это становится интересным. То есть она в сутки растет на какое-то количество подписчиков, и по количеству холдеров мы видим тоже, что это происходит. Сейчас, конкретно прямо сейчас, я бы вам не рекомендовал покупать эту монетку, по одной простой причине, то что по всем метрикам видно, что старая аудитория, то есть старые держатели монетки, от нее избавляются, но они могут от нее избавляться, чтобы зафиксировать прибыль, которую они получили. Это не говорит о том, что они сейчас на нее забьют, и мы увидим вот такое вот резкое снижение. Есть вероятность, что она будет в какой-то момент находиться в такой вот аккумуляции, то есть вот здесь вот график просто продолжится в правую сторону на том же уровне, после чего она еще раз выстрелит вверх. Мы плюс-минус такие истории видели с шибой. Давайте сейчас. То есть вот у нас, допустим, есть флоки, вот у нас есть шиба, может быть вот такая история, что сейчас у нас монетка находится на хаях, после чего от нее избавиться, после чего она опять полетит. Поэтому с этими вещами надо быть аккуратными и, соответственно, следить именно за движением поведения топовых кошельков и вообще ситуация на рынке. То есть это не все инструменты, на которые на самом деле надо смотреть. Надо смотреть еще на открытый интерес, шортят монетку, набирают ее, пытаются ее лонговать. И вот со всего этого в сумме составляется картинка по поводу той либо иной монетки. Наверное, на этом я этот ролик буду заканчивать. Он, отдавая себе отчет, мне кажется, он получился какой-то сумбурный. Инструментов много. Какой смысл из этого не совсем, наверное, может быть, вам будет ясен. Поэтому дайте мне обратную связь касательно того, все ли было понятно, про что больше рассказать, какую монетку следующую рассмотреть, чего добавить, или прям все классно. Если вам нужны, допустим, вот эти кошельки от крипто-китов, чтобы вы могли посмотреть, чем они занимаются, что они покупают, какие монетки находятся в зоне у них там аккумуляции, то есть что они пытаются фиксировать прямо сейчас, какие они новые проекты создают. Подписывайтесь тогда на телегу. Описание телеги есть в комментариях. И увидимся в следующих роликах. Ну и пишите комменты на YouTube. Я их все буду читать, буду смотреть, что вы будете писать. Все, спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Монетка ПП. Давай to the moon. Продолжение следует...